Так, коллеги, время подошло, соответственно, к нашей контрольной точке. По регламенту команда представляется по порядку их регистрации. Соответственно, сейчас пойдет первая команда, но перед этим небольшие, несколько объявлений. И объявление номер один. Начну с приятной новости, я думаю, для всех. Поскольку команды, по примеру, из того, что видно было, хорош прогресс сделали, посоветовавшись с коллегами. Коллеги предложили среди тех команд, которые сейчас представят проект на промежуточном отчете. И, соответственно, те люди, кто еще не получал девайсов, получат девайсы для дальнейшей разработки. То есть, вся команда, пожалуйста, выходите на промежуточном. Те из вас, кто не имеет девайсов, то есть, на кого не было до этого полученных девайсов, соответственно, у Кирилла берите две бумажки, заполняйте и обмен получите девайсов. Это, думаю, приятная новость. Теперь по самим презентациям, по ходу презентации. Значит, у меня здесь открыта веб-камера. То есть, можно демонстрировать, пожалуйста, с устройства. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Так. В любом случае, я думаю, можно начать с первого проекта. Кирилл. Проект Кардиожурнал. Трудности, какие возникли со всем вот этим делом. Так как я, в основном, писал все-таки на джаве и плюсах раньше, то джаваскрипт с использованием особенной джеклайи просто вообще тяжело даются. Проблемы были с извлеканием данных из форм, например, с извлеканием данных из таймбикера. Там вообще хитро, оказывается, нельзя бы не просто взять и ставить инпут. И он отбыл несколько дилов завернуть, чтобы все заработало. Вот такие вот проблемы по мелочи встречаются. На данный момент что готово? Собственно, форма, валидация данных, чтобы нельзя было всякую пяку ввести. Чтобы данные были ровно такие, какие может быть этонометр, не больше и меньше. И сохранение базы данных. Из базы данных, собственно, сохранение... Из базы данных можно достать, но не более того, то есть, например, пьюшку для списка я еще не сделал. Вот это оставлено на завтрак. Че, теоретически, если все пойдет хорошо, и внезапности не будет вроде доставания из таймбикера, скорее всего, я еще успею графики сделать. Вот. Ну, что еще можно сказать. А что там в интерфейсе сейчас там можно указать? Собственно, сейчас, как и... Что дает автонометр? Систолический верхний, диастолический нижний, пульс. Также можно указать комментарии, что, ну, врачами требуется... Не знаю, побегал я там, поспал, у меня давление упало, поеду. И время замера. То есть, ну, грубо я забыл записать час назад, чтобы там добавить. Вот. Ключевые такие моменты. Вот. Все остальное, мы когда еще писали приложение на Android, сколько нам не предлагали там кучи чекбоксов наставить, совсем там, не знаю, аритмия, не аритмия, левая, правая рука. Я думаю, что это просто жутко загомождает интерфейс там. Здесь все учитывая, что действительно можно отметить. Простыня. С тех, кто того, что можно добавить, поэтому минимализм наше все. То есть, то, что это тонометр. Маленькая подскажечка. Вот. Ну, давайте, да, надо доделывать. Вопрос. Все, да. Вопрос комментарии. А вот это первый и единственный экран. Два экрана. Первый экран со списком будет. Второй экран, собственно, добавление. А можно второй? А там пусто пока. Пока не добавляются записи, там ничего интересного. То есть я правильно понял, что есть такой. Пользователь добавляет данное составное давление. Они у него в списке в виде списка. Ну, список такой, чтобы читабельный был. Чтобы у него... И в виде графика, конечно. Да, список в себе содержат, собственно, ну, графические подсказки. Хорошие, плохие, нормальные. Да. Ну, удобные длинные. Вот. То есть сейчас это будет простейшая проверка по воздухским данным. То есть у них там, например, константы забитые, которые у всех людей обязательно якобы должно быть повышенное, пониженное, среднее. То есть это совсем для среднего человека. Это... Дело в том, что как бы там сложный момент вроде утверждается, что всякие там параметры, как вес и так далее, они, конечно, влияют на давление, да? То есть у человека, который, допустим, весит застольник, будет выше давление, норма. Но это не норма для здоровья. То есть оно все равно повышенное. Даже вот если я большой... Или наоборот, если там очень маленький человек, там маленькая девочка, у нее давление там 100 на 60, грубо говоря. То есть это, в принципе, плохо пониженное, для нее нормально, но... В общем, ну, короче, вот. В идеале, в самом лучшем случае, это экспертная система, которая, собственно, будет писаться потом и для Android-приложения, и для этого уже отдельным сервисом, которая будет учитывать и вес там, и погодное давление, еще что-то. У нас там куча идей и куча предложений, чем можно сделать. Но пока вот только клиент. И еще какие-то несуществующие сервисы. Еще вопросы, комментарии. Ну вот, к завтрашнему дню, она будет практически полностью, повторять это Android-приложение. Она, скорее всего, не будет повторять там ряд плюшечек, вроде генерации отчетов на почту пол, экселевских полных, с этим, там, напоминания постоянные о чем-то и так далее. А так она, в принципе, валидация там на Google Play, в таком бренде... Там валидация даже в Android-приложении, то есть просто, говорю, в сравнении с возрастной цифрой. Потому что все, что остальное оградить, это уже будет неправдой. То есть до 2 дня получилось сделать полностью рабочее приложение, которое можно там... Да, 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 да. Отдавать или неправдать, а можно это раздавать, да? Ну да, да, да. Оно, как и это, скорее всего, open source вся фигня. Open source не фигня. Ну, имеется в виду. Зарабатывать, наверное, все равно сложно. Очень мало людей, относительно которым нужно... Ну, то есть это должны быть гипертоники, они должны иметь телефон, и им должно быть на день каждый день записывать. Людей всем надо записывать, прям буквально каждый день, как минимум, 3 измерения. Но никто этого почти не делает. То есть на том же андроиде этот... При слове, что у нас скачивание, допустим, порядка двух тысяч, пользователей около тысячи, а активно что-то... То есть они заходят в приложение, по статистике видно, но чтобы они что-то добавляли, это вот на всю эту араву было добавлено за месяц 3 тысячи записей. То есть, грубо говоря, куча народа ходит, смотрит, а добавляют малую очередь. 3... 100 человек добавляют. Вот из... Причем смотрят на приложение, то есть там прям статистическая процедура идет, постоянно смотрят на экраны, и открывают. Хорошо. Спасибо. Вторая группа, которая у нас вне конкурса, но тем не менее, вставляет вмещательство в Дубинрейс. Давайте... Можно попробовать... Можно попробовать... Ваши не говорят, не важно, давайте тогда показывать... Ну, соответственно, мы не сильно далеко уши, концентрально. Но у нас все... Какой может залегить летает. Соответственно, здесь физику практически. Она... А, ну, в другой стороне лучше. Вот. Ты переверни, да. Неудачно получилось, да. Прошу прощения, надо сеять. Надо скайп подключить. Да, надо скайп подключить. Сейчас включу. Ну, то есть, оно двигается, ну, почти как... Как и было задумано, единственное, что мы решили перед презентацией интерактивно все не дебажить, чтобы не показывать. Он больше богат, чем есть. Поэтому здесь отражение от стенок не работает. Да, здесь пока сделано все довольно каштинно. Здесь, когда мы врезаем все стенку, у нас респаунят в центре. Но, как бы, мы полны за то, чтобы оптимизм, но... Решимости дать. Да, некоторые решимости. Мы планируем, что хотя бы оно не отстелется на нас. И добавим еще чего-то. Да, в общем, вот наш небольшой прогресс здесь. Какие проблемы были? Ну, меня, например, больше всего удивило, что для того, чтобы перерисовать экран, надо сделать canvas.getwits, присвоить canvas.getwits. Вот это мне прямо в душу запало. Я как бы не ожидала, что перерисовка канваса будет делаться такой операцией. Легкий актор. Неочевидно. Который на Тайзе не работает. Ну, да, мы столкнулись с еще одной проблемой. Может быть, она у кого-то еще была. Мы пытались запустить приложение на девайсе, но не запустилось. Написало нам, что у нас плохая подпись приложения. Все это вылечилось просто установкой даты и времени на телефоне корректно. соответствующей той, которая на компьютере. Нет, не на этой середине. Нет, внизу. Может, сейчас нормально должен быть. Еще раз, может, попробуй, предместерюсь. Если не ошибаюсь, можно показать. Да, у нас прекрасная банка. Как я рисовал. Ладно, да. А вот можешь показать, что он действительно по ходу дела изменяет свою эту траекторию? Не успевать, наверное. Ну, кстати, да. А повернуть назад перешел? Перехватить. Ну, видно, да, что он там что-то этот... Да, да, да. Да, да, да. Да, 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 да. Изменился. Он просто при достижении границы все, как Марк рассказал. Перемещается в центр поля и все пока. Да, такой тайзер шляп небольшой. Ну, вот. На этом пока все. Давайте следим. По плану вы что-нибудь меняете относительно того, что вы запланировали? Ну, не знаю. Скорее, в сторону уменьшения количества фич. Мы хотим добиться, чтобы он отражался от стенок. уже нормально. Потом уже, если у нас останется время, сделать так, чтобы был какой-то лабиринт. Ну, а луночки-то у вас будут, там, куда провалиться можно. Да. Но, как бы, с луночками все сложно, потому что по логике хочется сначала сделать лабиринт и уже поверх него сделать луночки, чтобы там как часть... Ну, понятно. но, с другой стороны, вот про то же это, если игрушку говорить, которая была на телефонах, там часть карт была, когда не было совсем никакого лабиринта, но было много этих луночек, в которые нельзя проваливаться. Ну, это, по сути, примерно то же самое, что и лабиринт. То есть, какая-то разметка на карте. Ну, понять. Не, но с лабиринтом сложнее. Лабиринт там, ты упираешься в стенки, там нельзя куда-то отходить. А здесь ты только попал не в ту лунку, так сразу где море. Ну, это мысль была. То есть, может быть, с лункой даже и тесни было бы свою и несколько чужих лунку сделать. Лунка для грабанамы. Могилка. Могилка, да. Мясо-лунка посыпается от могил. Когда попадает, его закамкает. Да? Ну, да. Мысль хорошая. Хорошо. Еще вопрос к медали. Вот на мой взгляд, белковато как-то все, что получилось. Ну, пока это больше. Ну, да. Он все-таки растянул как-то на весь целиком. У нас-то после охвата получилась, я так понимаю, да? Ну, да. Хочется, конечно, чтобы весь экран был занят под игрок. Потому что, даже тут он очень мелкий. На мониторе там практически ничего не видно ни на какую-то точку, которая по всякому видит. Он имеет смысл даже игрок сделать побольше. Ну, кстати, да. Гробить надо как-то все пока очень сложно. Ну, я в рисунке у нас уже изделила подготовку. У нас уже подготовлены новые рисунки, но мы... Мы добавили адский красный крест, на гроб, чтобы четко говорить все. Мы решили пока оставить ее, что-то не надо. Потом заставить сделать этот полумесяц и еще что-нибудь через... Это у них будут разные скины. Разные эти... Прокачка. Коммерческая версия с прокачкой. Ну, ладно. Еще вопрос. критерий. Спасибо. Спасибо. Ну, поскольку в этой команде все уже и не делаются. Так, третья команда по списку Андрея Роман. Мы написали почти прототипы. Мы написали почти прототипы. Он летает. все три из них. В данном у меня флот, и дает компьютер. Ну, я поправлю. Синкер, наверное, 50 тысяч. Он тоже может не попадать. Это фича. Пусть это будет фича. Пусть это будет фича. Вот. Мы сделали счет. Каждому игроку мы решили давать 12 секунд на областок. Мечаем расчет, чтобы мы в динамику увеличиваем. По идее, если не так, что рано. Если сейчас на забеге не забега, не буду кинуться. О, счет пишут. Клево. О, у вас эти болтаются веревочки, да? А вы можете чуть-чуть, вот, пожелание немножко длиннее сделать все-таки. Обычные корзины, это не для баскетбола все-таки ни с одного кольца веревочного создают, состоят, да? Может, это стритбаскет? Ну, нет, все равно там еще хотя бы одно должно быть. То есть, ну, просто прикольно, можно динамику там за ним гораздо интереснее будет смотреть, как они болтаются. Просто на самом деле, там, если очень сильно много делать веревочек, то, ну, это же, как бы, но это же, как бы, понятно, да, да, да. Вот, не, ну, просто еще один уровень. Мне кажется, будет достаточно сильно не на грусть. А так прикольно. Ну, и, собственно, можно с двумя играть, и... А скины менять вас выложим просто в паркане. И есть, на самом деле, пожелание такое все-таки вот. Это вот у вас сейчас, как бы, прицеливание, оно как вот в бильярдах делают, да, то есть там... А хочется, чтобы вот не прицеливаться, а так оп, оп, ну, вот жест там кинуть. То есть, у тебя нету траектории, ну, ты не можешь так вот понять, просто нужно как-то усилие свое уже. Сложно. Я изучал этот вопрос. Самое удобное, это когда строится парабола. Только не полностью, а наполовину. Ну, как в птичках. Да. Там, как бы, в птичках совсем... Ну, вот что-то в этом роде, да. Но у них сейчас линия рисуется, просто вектор, начальное ускорение. А парабола... Да, это хак. А не можно как-нибудь пользоваться? Можно убрать, да, это просто там. Ну, понятно, ну, прикольно. Мне, кстати, знаешь, это... В голове возникает этот... Игрушка вот этот вот... Бобби Уолли. Там, где такие две игрушки, мячик перекидывали друг к другу. Ну, кстати, это идея для следующего сократить. Было бы интересно, и тогда будет возможность сделать броски за предел, ты тогда даже не вижу кольца. Ну, да, но... Да, снизу метку, где мяч, ну, типа тени, да, вот там, типа вот, где мячик, там вверху летает. Вот. Вот, что прикольно. У вас вот то, что он подтормаживает, Разбирались, почему? А я думаю, это... За хрома, запустите... То есть, мы когда... Запустите... Прекранировщик, говоришь, у меня 100% это проблема, то есть, хром, если бы... Ну, короче, да, нужно на девайсах потесить, посмотреть, что будет. Я думаю, будет намного лучше. А они еще не пробовали задевать, да? Ну, у нас, идика, другая, за сертификат. А. А. Ну, вообще, да, там звуки ударов тоже можно таким, добавить это так. Гораздо, гораздо веселее. Ну, ладно, по-моему, нормально. Вопросы, комментарии? Все сидят допиливать свои презентации. На, Гадань. У вас... У кого-то у вас есть девайс? У меня есть. А, значит, одно уход. Чёрный. Это кто уже спичит? Хорошо. Тогда... Ну, сейчас как раз с коллегами обсудите. Если вопрос больше не, спасибо большое. Переходим к следующему проекту. Александр, Светлана. Мы сможем показать, как мы связываемся с сервером. С сервером нам говорит, что мы пока не корректно в команде шлисть. Показывают? Но это будет показывать, в принципе, баги, то есть, кем лог-криллогичный, потому что визуалки пока нет. Тогда расскажите, что у вас, какие проблемы уперлись, какие-то есть вопросы. Какие проблемы у вас не надо еще? Ну, первая, как бы, основная проблема была в том, что... Согласно документации, вот... Герман может подтвердить, что согласно документации написано, что SSL-ные сокеты, ну, SSL-ные сокеты, там, сокеты называются в Тайзене, поддерживают TCP-соединение. Прямо документация. Без SSL? Да, без SSL. Просто TCP-клиенты поддерживаются. В одном месте, по крайней мере, написано, в другом месте написано, что они созданы для SSL-соединения. Ну, написано, да. Написано, что классованы для SSL-соединения, это логично, да, но в общем гайде по СОКе-то написано, что может, так же, в том числе поддерживать TCP-шный клиент. Не поддерживает, он не принимает этот протокол, говорит, что я не хочу поработать TCP, поэтому то, что объявлялось с утра о том, что базироваться уже будет на базе национал SSL-соединения, как это планировалось после инвестигации, возможности проверка. Так не получится, то есть, придется делать орг-раунды, ввиде того, что пробовать печатку с сервисом не получилось, вот после этого забрасывать TCP. Ну, может, пока просто... Если сейчас, да, пока выбрано, пока изменение, то, что будет работать только TCP, значит, было потрачено много времени на осознание того, как организуются TCP-сокеты, свяжение за их данными. Вот, одна большая, точнее, одна очень маленькая будет такая ошибка, которая принцессер вставил. Сейчас сокеты работают, с сервером мы общаемся, единственная проблема в том, что... И нам можно сказать, что сокеты построены таким образом, что они кушают либо данные, отправляют сокеты, пишут сокеты, отправляют данные, либо типа Void звездочка, либо типа... Тайзенский тип byte-буфер, а byte-буфер, он не умеет загружать целую большую строку, он ток-ток-ток, то надо уже плетить по байтам, соответственно, сейчас нужно будет делать алихет по переводу стринга тайзеновского в цикле в байт, вот, и пихание... Потому что нужно направить желательно вне код, потому что, чтобы была поддержка различных федеровок. Вот, поэтому сейчас сделана как бы такая затвушка, чтобы просто видеть, что сейчас здесь сообщение сервера происходит. Вот, загружка не очень корректная команда сама для сервера. Сервер принимает и говорит, что нет, мне не правильно что-то сказал, хотя нет, по-говорю. Это сейчас... Ну, по-логу можно видеть, это ксенолик, который присылает сервер. Ну, как... Что вопрос еще, как правильно организовать работу на завтрашний день и на вечер сегодняшний день? Ну, это вам подумать, да, то есть там, чем заняться. А что у вас с интерфейсом, кстати? Интерфейс плавно делала, то есть формочки как бы готовы, осталось прописать только вот данные, чтобы туда выйти. Ну, в итоге у вас нативный интерфейс, нативное приложение, никаких лишних связок где-то нет. Да, решили как избавиться, чтобы, если что, хотя бы грязный хак уже, заставить это работать. Ну, ладно. Вопросы? Удачи. У вас в группе... Только у меня. У вас есть. Да. Спасибо. Удачи. Следующий проект, это Роман Вячеслав, Месседж Хайт. Представят программу, ее протесты. Это пока разработано только шифрование и тешифрование, но пока не разработано встраивание в изображение. Однако что сделано? Сделано достаточно простой интерфейс. Так как мы ориентируемся на пользователей, которые не знакомы в общественном программировании, не представляют себе, что такое шифрование, что такое криптография, мы решили максимально какие-то у него задачи. Соответственно, сразу вводится пароль. Это желательно... Должен быть, конечно, другой пароль. Есть единицы до восьмерки. Можете вывести какую-то. Спасибо. Дальше, допустим, хотим шифровать. Можно шифровать. Появляется поле с исходным текстом, то есть текстом, который будет дошифрован. Туда вводится текст. Либо можно, если решили не шифровать, а дошифровать, например, нажать назад и вкатить свадьбу. То есть это первый пароль будет пароль на вход в систему? Нет, не на вход в систему. Этот пароль будет использован при шифровании. А, все, понял. Это ключ. Да, это ключ. Можете вывести что-нибудь? И оставить так вот. Ладно, допустим. Ну, можно шифровать. Соответственно, у нас уже появляется азошпромный текст. То есть какая идеология, чтобы на каждом шаге приходилось наполнять только одно поле. А здесь можно было копировать. То есть можете скопировать этот текст и потом попробовать его расшифровать, например. Расшифровка работает практически аналогичным способом. То есть наше преимущество – это минимализм и понятность. Хорошо. Какие отклонения относительно первоначального плана? Отклонения, да. Есть отклонения. Первоначально мы планировали реализовать встройку, встраивание возображения этого всего. Сейчас это реализовывается, но еще готовы программы. Позволяем все это сделать спокойно. Поэтому расставляем этот вариант. Насколько вы рассчитываете реализовать до конца сегодняшнего рабочего дня? Если успею, планирую сделать отправку письма с разным майло, с изображением, со встроенным текстом. То есть майло – это как раз то, чем пользуются безлагоденными участками. Я и не к этому привыкнул. Вопросы? У меня два пожелания появляют. Одно совсем простое, очевидное. Где было поле ввода пароля, там лучше все-таки закрыть и добавить галочку. А понимаешь, это минус. Сейчас идет как раз дискуссия. Стоит с звездочками закрывать, не стоит с звездочками закрывать. Пользуете или удобно? Ну, добавить галочку «показать символы», не «показать символы». Там есть, на самом деле, одна интересная штука. У меня, допустим, когда я набираю пароль в андроиде, там, я вот… Ну, оно закрыто звездочкой, но последнее показывается. Такое, мне кажется, как… Не, ну, на самом деле, вот у меня комментарий такой, хочется все-таки это видеть как-то. Либо в симуляторе, либо на эмуляторе, потому что… Я сейчас делаю для того, чтобы было проще отложено. Мне больше привыкли. Окей. Ну, например, та же кнопка «назад», потому что ее придется убрать и заменить на нажатие кнопки «назад аппарат». Ага. Вот. Лучше, на самом деле, вместо кнопки «назад» сделать кнопку скопировать в ферамин. А вот эту кнопку «назад». Как раз в обычном браузере скопировать бустер-обмены это с средствами только джал-скрипта, это проблема. Да ладно. Серьезно. Только джал-скрипта. Ну, а еще… Это обычно флешки пользуют. В интернет-эксплорере все отлично работает. Я думаю, на тайске нет ни проблем. Я думаю, если что можно спросить. Мне что-то вот интересно. Вот Google сервис, который использует короткие ссылки там. А хотя, может быть, и нет. Ну, ладно, хорошо. Ну, в общем, в любом случае, вот эта кнопка нужна, потому что выделять весь этот текст. Да, да, я согласен. Я здесь хотел сначала сделать два раза в целом. Ну, я думаю, сейчас действительно то, что коллеги-эксплазбирали виновители, это время уже изразительно непосредственно девайс, поскольку по UI у вас очень много будет там. Ну, то есть здесь, да, здесь хочется какую-то интеграцию с системными средствами. Потому что зашифровать текст, это, наверное, не очень интересно, да, вот-вот просто вот, а вот какую-то вот вот, ну, чтобы удобно было работать, что-то вот. Можно с куфером как-либо. Да, да, чтобы можно было. Или, допустим, с куфером, потому что тут набирают там что-нибудь длиннее, чем просто фраза, это как выжить. Ну, как бы, это можно, но лучше пользователям, кажется, надо. Это приятнее, когда, допустим, у меня текст на файле лежит, чтобы я не копировал туда-сюда, просто выбрал текст и файл. Вот, ребята, еще проще. А если мы говорим про email, да, ведь? Ну, мы собираемся в email, это все. А всегда проще запустить это приложение и передать соответствующий программ. Вот там текст, там, там, все передать email. Ну, наверное, таким вот и надо будет сделать. Ну, и еще бы буфер-отмен тоже было полезно, потому что иногда для них и то, и то можно отдельные кнопочки сделать. Буфер-обмена, он все равно используется в программе, поэтому лучше сразу запустить программу и передать то, что надо. Не используя не общий буфер. Можно общий буфер. Не, ну, как бы, общий буфер-обмена, кнопочку добавить, конечно, можно, это будет полезно. Я тебе надеялся общий буфер-обмена, и при этом это не исключает, потому что хорошо имеется прямо email. Ну, там, да, кстати, вот есть этот хороший вариант, вот всякие распознавалки коркадок, если взять, они там позволяют вот с этим распознанным текстом делать много разных вещей, открыть в браузере, там, отправить по почте, отправить смс, посмотреть, как текст, еще что-нибудь, еще что-нибудь, можно где-нибудь там подсмотреть, какой функционал будет полезно реализовать. Спасибо. Еще комментарии, вопросы? Ну, времени у вас не так много осталось, но, в принципе, довести, я так думаю, до базы функционала, конечно. Можно. Давайте. Удачи. Спасибо. Проект, это, соответственно, ребят, Петр, Денис, Сергей, в общем-то, запускается приложение, запускается приложение от ошибок. Почему? Потому что сейчас еще не сделано, пока еще сюда не вставлен нативный код по поводу запуска, собственно говоря, приложения сервера. Ну, нативное приложение сервера, это просто только визуально это. Дальше мы, на это не обращаем внимания, вводим логин, пароль и, собственно говоря, код для доступа к серверу. Ну, пока здесь визуально никакой не происходит, дальше нажимаем, что все пучком. Он дальше думает, думает, думает. И предлагает нам, в общем-то, то, что он проигрывает, соответственно, кнопки в предыдущий трек, следующий трек, слева-справа, дальше стоп, ну, стоп и плей, классический. И, в общем-то, нажимая на эти кнопки, происходит общение с сервером, на которое запущено серверное приложение, и, в общем-то, это серверное приложение, собственно говоря, проигрывает трек, ну, проигрывает, останавливает следующий трек, предыдущий трек на серверной части. Это раз. Служно, слушай, он уже, тем более, потух. Ну, в общем-то, на самом деле, что сделано? Сделано пока вот красивая графическая оболочка, ну, красиво в визуальной форме, раз. Во-вторых, сделана серверная часть, пока просто как гибридное приложение, это не скручено вместе, и плюс сделан минимальный функционал, как то запустить проигрывание, остановить проигрывание, плюс следующее, предыдущее. Ну, в общем, дальше планируется что? Дальше мы, в общем-то, скручиваем их вместе, как полноценные гибридные приложения, и дальше мы их, собственно говоря, предоставляем в широкой публике для общественного использования. Ну, в общем, все, наверное. Относительно ваших планов, как вы оцените прогресс за день? Сделано много, мы молодцы, мы просто очень молодцы. Мы сделаем много очень много. Ну, я чисто для себя, что сидел, просто делал, 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 наконец-то получил результат, ну, вот честно скажу, просто я просто счастлив, что у меня такая история получилась. Ну, это самое главное, в самом деле. Вопрос, комментарии? Пожалуйста. Будет ли у вас, ну, на итоговом представлении проектов, ну, какой-то девайс, с которым вы можете показать, что оно все действительно работает? Мы планируем сделать полноценное приложение, когда на девайсе нажимаешь play, на ней сервер начинает играть музыку. Вот сервер у вас будет? Да. Просто, чтобы музыку послушать, там, как... Я тебе могу сказать, сервер у нас есть внизу. Не, ну, а это можно поднять на ноутбуке этот же сервер? Ну, вот, ну, было бы, наверное, лучше все так. Домашнее задание. До свидания. Домашнее задание, знаешь, как у нас не запиливаете? Ночное задание. На ночь нам вот этот, в чем? У вас много? Ну, да, согласен. Еще опрос, комментарии. Все-таки не в году будет, как у нас. Не в году будет. Ну, классно. Зато мы реально не посмотрели. Чего? Я не знаю, что я не знаю. Ну, это самому всегда приедет, когда на устройстве работы. Вопрос в комментарии. На самом деле, интересно, вот смотрите, вот вам вот представляется вот такое приложение вот с таким набором функционалов. Кому что понравилось, кому что не понравилось. Причем, во-вторых, ребят, мы будем слушать с большим удовольствием. И почему? Что не понравилось-то? Что не понравилось в приложении? Я имею в виду, количество кнопок, как раз, а в положение 2, там, чопчика. Вот, то есть, по факту... Плейлистом, например, было бы интересно. У вас эта функция пока просто не представлена? Пока эта функция не представлена, это, в общем, по-моему, все. Вот, чтобы сортировка была плейлиста... Кстати, плейлист, он где хранится? Он на сервере хранится или на устройстве? То есть, это вот реализовано на сервере, такой функционал? Или просто сервером можно получить список, там, доступных композиций? Получить список доступных композиций, дальше отправить на сервер запрос, какой композиций я хочу проиграть. Ну, то есть, это должно на устройстве управляться? Да, да. Вот, плейлист, все на устройстве. А, плейлист, это просто хуча... Плейлист, это упорядочный набор этих трек. Нет, вопрос такой поменьше будет. Они лучше, вот такие, насколько вы видите. Расположить, вот, пароль, логин, стандартно, по центру экрана. По-моему, в левом верхнем углу было. Как-то лучше смотрится, что симметрично. Он не влевал мне в прямую углу. Плохо видно просто было бы. Там, где-то, даже не на правом. Нет, ну... Просто не вынимаешь. Да, еще хитро зовут. По-моему, вполне красиво, симпатично. Я имею в виду симпатичный, в плане расположения экрана. Фитя, ну покажи их просто. Ну, давай, ловайка ушли. Ну, тут видно плохо. Мы имеем, что он вот досюда, вот здесь, вот здесь, вот кончается. Кнопка. То есть, по сути, я не могу сказать, ну, нифига не видно. Нет, просто традиционно все приложения, вот, делаем логин, пароль, есть. Это все безна тема. В черных выглядит, ну, было отлично. Да, то есть, ну, пожелания ко всем. Постарайтесь использовать черную тему. Это очень хорошо. Как-то ставлю, где-то, где-то, где-то. Да, даже не знаю, какой-то юзкий. Только облиток черной темы, как-то. Да, ну, позитиво. 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 Нормально. Да ладно, белый темпом, все, как-то. Мы уже поняли, что тебе нравится твое приложение. Так, еще какие-нибудь комментарии по функционалу. Если будет время сделать сортеров по спискам, внутри, по комплексам. Просто потрясти, чтобы можно было значительные сортеры. Но так, наверное, не стоит. Мобила ограниченное количество. Построив группы, конечно, в том числе, в данном случае. Но, в общем, это не так, но вот, это прикольно, но это не критично для этого. Если будет приятная фишка, если будет, ребят, премия, то просто у нас очень здесь сейчас, последовательно выводятgrade отриkarmode. Та, что это тоже мор elites. Для члена отриента отличается вычего. Сек proceeded CC. Этоκεται так называют когда ты в кармане перегонимuth рублей , опять же не алькар Publ. Выйди, выйди, выйди. Конечно, выходите в лагар. Я просто хочу добавить, в принципе, тут уже есть клиент, который был написан в другую платформу. В принципе, этот клиент, ну и как и сам демон, они поддерживают управление плейбэком, управление текущим плейлистом, то есть тоже по сети можно удалять и добавлять тесни, управление, в принципе, с плейлистами как таковыми, то есть там можно создавать плейлисты в некоторое количество и добавлять до песен. Касательно этой фичи, например, можно на разных экранах сделать по-разному. То есть, например, на экране воспроизведения, если его потрясти, например, он будет перескакивать случайную песню. А на экране, например, формирование плейлиста можно создать плейлист, задать имя, потрясти устройство, например, с дорогой песни. Пока, 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 после трясет, он с какой частотой добавлять тесни, как этот пульс закончил, но риск готов. Отлично. Сейчас, один раз в минуту. У нас они, какая красивая вещь сделать. Завтра был очень интересный вид. На самом деле, я просто знаю, что я не успел сказать, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Это было бы, что я не знаю, 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 что я не знаю. Но попробуйте, да, то есть будет возможность сделать. Ну, посмотрим. Но только гораздо интереснее, конечно, в этом случае вот именно вашим приложением посмотреть как она работает сервером как там управление плейлистами чтобы они были на такие вещи посмотреть а там кстати это так как у мультимедиа контент только аудио или аудио видео это проигрывание видео сложно добавить сервис этот как таковы но другой сервер ну ладно а просто им бомбокс зале просто кое-что и телефон опросы и так далее просто на самом деле выиграть на самом деле не было вот так ну ну еще вопросы комментарии ну ну ладно тут с аудио вполне хорошая задача сколько у вас устройств команде одно участников трое а следующий проект это асана клиент дмитрий асана Можно покрупнее шрифт сделать Потому что там Очень плохо отсюда видно Это же вот Во, отлично То есть реализованно это вот это вот ДП API, да? Объект Не только Через этот объект Идет взаимодействие с конечным битком Реализованно хранение данных в браузере Для успокоенно решения Через него происходит взаимодействие ЖС-трепный селер Угу 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 Смотрите продолжение в следующей серии. 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 И дополнительно, если можете отдельно еще собирать данные у себя же, демонстрировать по пульсу, например, график пульса, если будет возможно, время останется сделать, уже это само по себе дополнительно очень полезно. Я согласен, да, то есть это разумно. Вопрос, комментарий? Я так его не прослушал, но я не понял, а все-таки тип приложений, что-нибудь поставят информацию с чем-то? Да, с браслета, когда двигался, как двигался. Значит, телевизорские сенсоры не используются, да? Самого телевизора вообще не используются? Нет, потому что я решил, что... Ну, это... Легче ходить постоянно с браслетом, чтобы он постоянно считывал данные, чем с телефоном в руке. Тем более... Качественные данные со мной не читайся. Нет, там, насколько я считал, сложно сделать это этнически, то есть именно понять, когда человек спит или не спит, а не просто там... Тимфон... Ну, село в том, что в основном, как в Болгарии, самое легкое, которое я вообще нашел в интернете, там, то, что пока есть хоть какие-нибудь движения даже самые минимальные, то человек пытается заснуть. Как только он вообще просто спит и движения почти отсутствует, это значит медленность... Ну, то есть где-то утром, если кто-то зашевелится... Да, это как бы самый простой алгоритм, который я видел в интернете. Просто смотрел, сначала думал, это использовал всё-таки девайсы, но... Как раз девайсы, вы говорили, у них там проблемы. Я вот просто читал о реализации, мы как хотели сделать, на следующий день нашли прям полное описание разработки того, что мы хотели сделать. Там всяких вещей много, на самом деле, в общем, все независимые. Ну, вот браслета считываешь, реально в общем, все независимые. Вот, и от того, какие как раз алгоритмы... То есть там алгоритмы у меня... Можно многое вытащить. Я поэтому сказал, что самое интересное, это до ночи успеть сделать механизм нормальной сбора данных, ночью собрать, а дальше утром как раз на этих данных визуализировать, чтобы было сразу понятно, какие проекты... То есть с точки зрения демонстрации проекта картона только добавят плюсов. Даже если алгоритм где-то не вылавливается, это, по крайней мере, более четко покажет, что надо дорабатывать по алгоритму. Это не является, там, проблемой... Конкретно, как он, проблемой уже доработки... Или проекта, как он, скажет. Проблемой доработки математики, да. Вопрос, вот, я, может, просто немножко упустил. Там какой протокол? Вообще, как взаимодействует этот браслет и... Через разъем... А, во, все отлично, аудиоразъем. Круто? Этрии телефона просто отказываются синхронизироваться с ним, потому что воспринимают к... Гарнитуру. Да. Понятно. А здесь он... Здесь, как ни странно, он нормально распространяется. Ну, тогда да, тогда... Интересно. Мне кажется, что тогда вообще это устройство очень нужно. Да. Вот у меня вот планшет, но на андроиде он не распознает его, к примеру, вообще никак. Еще с планшетом. Нексус сим. Вот так вот. Ну что, на самом деле, по-моему, очень хороший потенциал. Еще вопрос последний. Шанс на сегодня? Вы получали устройство? Тогда сейчас. Следующий проект, это Mighty Graph Drawer. Пожалуйста. У меня, к сожалению, нет возможности показать проект, у меня с ним все плохо. Я тебе скажу. Вот. У меня сегодня был не очень удачный день в плане разработки. Я постарался изменить идею проекта. Моя идея была строить двумерные графики. Соответственно, я сегодня чем занимался? Здравствуйте. Я пытался найти хорошо работающего библиотеку для строения GVD. Вот. Но, к сожалению, с библиотеками возникли проблемы. Я нашел две. Вот. Одна мне не понравилась, как работает. В общем, там какие-то проблемы с позиционированием вот этого графика. А вторая, ну вот при попытке разархиваться вторая, у меня, собственно, система сдохла и... А что за библиотеки? Так. Первая, это на Google... Сейчас. Как там? На Google Codes выложено. Я не помню название, к сожалению. Вот. И вторую я уже тоже не запомнил. Дело в том, что у меня компьютер с ВИС и при перезагрузке, соответственно, у меня все данные потерялись. Вот. Соответственно, мне... Я как думаю решать эту проблему? У меня был второй путь. Здесь, во-первых, как разнообразить приложения. Вы предлагали делать диаграммы. Это значительно проще. Это можно делать с помощью фреймворков, которые я готовил, ну, когда подготавливал материал для поиска... Ну, для построения линейных графиков, собственно. Вот. Я сегодня все-таки решил как-то рискнуть и попробовать в 3D, но не получилось, собственно. Провалы они тоже бывают. Вот. Соответственно, какой у меня план действий? И мне вот нужна от вас помощь, чтобы вы так критически отнеслись, чтобы я смог сделать все равно какой-то законченный продукт, хоть времени немного. У меня есть два пути. Я просто беру, делаю построитель таких вот стандартных достаточно графиков, в котором настраиваются параметры. Вот. И он их строит. Да. Приложение достаточно банальное. Ну, если бы сделать аккуратно, и, в принципе, я считаю, что времени вполне достаточно, чтобы сделать такой вот примитив базовый. Либо это сделать с диаграммами. Там, так как диаграммами я меньше занимался, это будет такой жидкий для меня вариант. Вот. Собственно. И я с радостью выслушал ваше предложение, как мне вот в ситуации исправить. Хоть времени немного. Вот. На самом деле, базового графика приложения, если оно будет с хорошим, качественным интерфейсом, оно может быть реально востребовано. Ну, хочется все-таки, на самом деле, что-то вот уже побольше, чем то, что было сделано в Петрозаводске. Что-то еще. Вот. Кирилл, можешь что-нибудь сказать? По поводу диаграмм или по поводу трехмерных графиков что-то лучше использовать? Какие хотите? Ну, хотя бы, да. То есть, вот, человек-специалист по библиотекам. А, есть РФЭЛ, как называется? Нет. Так, я встречал ее, когда искал линейные 2D-классики. В 3D не смотрел. Вот. В 3D я не встречал. Вот. В 3D я сегодня, в принципе, в то время, когда я работал, я большую часть именно потратил на поиск и разбор этих библиотек. К сожалению, удалось найти такие более-менее две и не получился их использовать. А в 2D я находил РФЭЛ. Ну, собственно, они 2D-библиотеки не позволяют строить сразу диаграммы и графики. Собственно, это схожие задачи. Вот. Соответственно, я думаю, сегодня остаток дня посвятить на то, что сделать такую базовую заготовку самого интерфейса. Ну, то есть, у меня была концепция, как он должен выглядеть. Я, в принципе, знаю, с помощью чего это делать. Сделать это за сегодняшний день. А дома уже дорабатывать само это настроение графиков. К сожалению, у меня тут еще проблемы с интернетом есть. Некоторые. Ну, в общем, у меня сегодня не очень технический удачный день. Но бывает. Вот. Я не знаю. По хвосту иметь приходится? По хвосту то, что с интернетами. Ну, по хвосту и там тоже вот. Перезагрузка компьютера уже. Потому что за нас иностранный. Вот. Ну, собственно, я тут многое оправдывался, наверное. Да нет, нам надо. Я не знаю. Я, собственно, не сдаюсь. Постараюсь сделать. Вот. Как задаются сами графики? А, какая у меня была идея. В графике будет написан ряд таких шаблонов. Виды, например, константы на экспоненту в технике альфа и х. Человек просто смотрит на этот список шаблонов. Они ему выводятся. Ну, вот там есть библиотеки, которые отображают красиво формулы. Он играет нужный шаблон и вводит там вот эти параметры, константы а и коэффициенты. Ну, ему, собственно, выдается график. Вот в таком режиме. Потому что, как бы, распознаватель, писатель, успеет явно. Ну, вот, чтобы он распознавал. Да, вот. Их можно лучше уже найти. Готово. Ну, вот. Это посоветовали, какой. Вот. Нет, ну, если Street Fighter на шава скрипте можно найти. Я, конечно, углупил. Надо было запуск раньше. Но что-то не сработало. Теперь я за тебя. А как и ты. Возьмите пример. А почему? У тебя же была хорошая идея на летней школе. У вас было готовое HTML-приложение по поводу обучения. Почему ты его не хотел сделать вот здесь? У тебя же было HTML-5, правильно? Ну, у меня написанное есть. Мне просто хотелось попробовать что-то другое. Вот я и не подумал. Надо было тебе с утра в эту сторону пинуть. Ну, попробовал другое, на самом деле, правильный. Потому что библиотеку подёргался. Вот. Потому что то приложение я на самом деле... Ну, у меня есть такое приложение, которое я делал в рамках летней школы. Вот. При лаборатории. Ну, мне как бы оно надоело. Я по этому решу. Плюс, кстати, если бы его давать, это был бы против правил. А просто интерфейс без него, наверное... Оно просто уже написано. Оно написано на HTML-5. Тут просто, на самом деле, добавить заголовок и там, брюшечки. И всё. Ну, это так. Работа нулевая, она там, ну... Ну, вот. Поэтому я... Это не было в этом месте. Вот. Вот. Я так понимаю, на JavaScript есть, да? Да. То есть там вроде уже можно какой-нибудь, что-то вроде, как во всех скриптовых языках, что-то вроде Eval или EZQ сделать. Именно Eval. Да. Можно. Почему делать шаблоны какие-то, если можно хотя бы так топорно сделать, но просто влог скрипта, который не создает. Но я, если честно, не знаю по этим технологиям. Ну, суть такая, что выражение написано, собственно, ты можешь передать в программу, в твое выражение и выполнить его в программе. Ага. То есть можно, чтобы пользователь ввёл какой-то кусок, хоть даже JavaScript кода, и ты можешь этот кусок выполнить. Ну, и это, в общем-то, так, насколько я помню, и работал у ребят в Петрозаводске, что они там... Да, и так и сделали. Там у них единственная сложность была, то, что эту формулу долго-долго вводить. Да. Я поэтому говорю, что здесь мой комментарий был, что, может быть, если сэкцентрироваться на удобном таческом интерфейсе, поэтому вот это будет отличать от Петрозаводска, это, может быть, материально востребовано. Собственно, моя первая идея была именно, что шаблоны графиков, они... Есть графики, которые очень часто встречаются, такие, ну, понятно, примитивые, типа, экспоненты, логарифм, а есть более такие хитрые, ну, например, всякие модулированные сигналы, модулированные. У них достаточно стандартная форма, но иногда нужно просто вот смотреть, как будет выглядеть график, сравнить их как-то. Вот. Бывают такие проблемы встают. А вот какой юз есть? Когда вот этому нужно понадобиться? Что вам нужно посмотреть? Какая? Лично у меня и у моих однокурсников, я студент третьего курса радиофизического факультета, и просто, проходя на лабораторную работу, очень часто вот ничего нету под рукой, а строить руками, ну... Ну, вот это первое, что делать, что я сам физик. ...в phảihi. Вот хочешь, кто по證 meravčiu... ...истоголовASH на данную и какая функция лучше важна defines, всё выбирать. Вот хочешь понять, что на осциллографе должно быть? В probrogramSix Вот, а дальше уже начинаешь подгонивать. Вот. Вот эта идея просто ещё... хорошая база, что её расширять удобно. Можно добавить там вот как раз распознавание, можно добавить, чтобы можно было вводить просто, ну, значение функции, значение аргумента по точкам сделать. Может лучше, удобнее, я не знаю, успеть его переделать, задавать по точкам и какими-то функциями это дело... Фоксимировать. Фоксимировать. И интерполировать. Я там всегда думал... И строить фининую регрессию по многочлену. Пальцем сделать кривую в внешнем виде социала. Но это, я думаю, сложновато. Да, да. Вот. В принципе, деньги хорошие. Я думал про точки, но мне показалось, что будет с точки зрения пользования на мобильном. Водитель очень много значений. Кстати, не, на самом деле, вот пальцем это не сложнее. Просто считываешь несколько положений пальца, и у тебя точки уже сразу получаются. А дальше ты просто метод наименьших квадратов применяешь и строишь. Ну, например, многочленом это все приближаешь. Какой-нибудь... Ну, в общем, линейная регрессия там вот. Ключевые слова, по которым находится метод наименьших квадратов для многих переменей. Я бы предложил сейчас, когда закончится представление, брать Кирилла и вместе пытаться... Подумать, что сделать. Да. Подумать, что сделать в этом направлении. Хорошо. Да. Еще вопрос, комментарии? До свидания. Спасибо. У вас кто-то есть? Нет. Тогда надо учить. АПЛОДИСМЕНТЫ Так. Следующий проект, Евгений Кусков. Давайте, профессионал демонстрировал средств кодом. Вот. Вместо графического интерфейса. Просто много не покажу. Укажу. Диски с графической интерфейсией. Как два кубика как раз могут подниматься и опускаться до препятствий. Хочу покончить, ладно. Черное это как бы препятствие. Смотря на то, что эскиз, в принципе, он останется похожим в конечный день. Когда мы щелкнем на кубик, появится белокон. Вот вместо белокона будет стрелочкой, влево-право-вверх, куда можно идти. Ну и в данном случае реализовано не четыре стрелочки, а как бы дерево на белом фоне, который здесь направляется после виница, фон, виница, подчеряясь. И обратно. На я воскликнул множество парачек. Лево-право. Вот связь с буем. А смыслом? Да. Дается... Кубики, как сказать, по шаблонам. Синий с красным. Нужно кубики, которые перемещаются, согнать определенные места. Причем кубики, они перемещаются не на одну клеточку, не на две, а до упора. До упора для любого. Это очень известная игрушка. У меня есть пожелание к интерфейсу не стрелочки использовать, а вот у тебя с местом, где стоит кубик, есть клетки. И вот на ту клетку, в которую тыкнешь, вот рядом скупишь. В ту сторону и двигаться. Просто это очень естественно получается. Можно даже их подсветить чуть-чуть. Я тач-муб хотел сделать. Тач-муб тоже. Тач-муб это просто вообще идеально будет. А вот если не получится, то можно... Лучше использовать клеточки, тут не нужно будет никаких дополнительных... Тач-муб был красивее, если это удастся сделать. Можешь попробовать сегодня, например, тач-муб позаниматься. Если не будет получаться, то завтра сделают. Ну да, ну и собственно там уровни какие-то случаются. Надо посмотреть. И важно еще, чтобы оно решалось конечно. Вариант с решениями, он же совсем рандомный. Я могу дать подсказку, взять эти уровни из мая. Да, можно. Ну или с какой-то другой реализацией этой игры, где... Чтобы не мучиться над возможностью, там решабельность и нерешабельность. Ну да, кстати, там моим проект вам открыли. Вот, ну есть над чем поработать до завтра. А так, в принципе, мне кажется, можно. Довести его до обещанного состояния, я думаю, можно. А вот размер клеток, он как-то рассчитывается? Изначально 40, можно в другой стиле задавать, с киси. То есть, может иметь смысл сделать, там, игры-изменения. Так как меркли это что-то у людей. На большие пальцы, что-то там, маленький экран. А, то есть зумить. Ну да, то есть это либо в настойках сделать, просто если что-то там, маленький экран приположить. Да, то есть ему неудобно будет просто нажимать. Ну можно пинч зум сделать. Оп. Можно так, оп. Кстати, да. Можно, да, то есть оставить экран тот же, просто его изменять. Он есть в примерах. То есть реализация вот этого вот пинч зума есть в примерах. То есть фишка, в принципе. Это да. Фишка красивая и вроде бы не долго сделать. А балл я бы прибавил. Да. Ну ладно. Еще? Нет. Так, и теперь проект Светланы, словарик. На устройстве, на устройстве. Да мне, к сожалению, очень мало что получилось. Точнее, практически ничего. Сначала очень долго. Настраивали гибридное приложение, чтобы оно куда-то запускалось на иммуляторе. Потом я настраивала взаимодействие между нативной и веб-частью. Собственно, практически настраивала. Но эти результаты работают. У вас сейчас какой план в результате? Основная задача, в принципе, у вас как раз было настройки, получение словаря и работа словаря. Есть ли у вас уже словарь, который можно? Или вы хотите, там, совсем простенько что-то. Ну, в принципе, словаря у меня уже есть, вроде как, разбиваются данные. Я разобралась, но пока протестировать это дело не было возможности. А дальше, фактически после того, как у вас будет словарь, все, что вам нужно, это просто интерфейс. Ну, фактически, да. Правда, с веб-жейли мне что-то тоже не желало антилизироваться. Возможно, интерфейс придется делать без 3D, если он не получится. А зачем словаря, я не 3D интерфейс? За тем, что посмотришь, как правда ли, и она тоже нехорошо, или уже не работает. Ну, так. Ну, да, такой, чисто, практически программистский интерфейс. Между прочим, я думаю, будет единственный словарик на веб-жее. Это-то единственный словарик, который сажает батарею. Ну, в принципе, господи, можно в конце концов взять эту поддержку пацану, но если поддерживается, то не страшно. Если пользоваться не хочет. Там есть даже видео-демонстрация. Девица называется. Ну, я не сомневаюсь, что они в природе есть эти приложения. Вопрос, на чём они запускались? На тайну. Самсунг карди пикил. И в приложении я очень мало отличался в тайну. У нас тут появилось очень много. Ну, хорошо, если это так. Я вот и хочу, но, так скажем, мы, собственно, не будем в этой неделе убедяться. Тем более, вы мне несколько сначала напугали, что это будет единственный словарик. Ваш сам. Ну, ладно. Делать там, посмотреть будет интересным. Ну, если я отсутствую. Такого исполнено в ближайшее, соответственно, время, потому что времени не так много. А вопросов покрытий достаточно много влажный. С точки зрения катона, может быть важнее сфокусироваться, по крайней мере, вначале на реализации базового функционала пьесы. А дальше уже поставить как ручку, если вы еще хотите попробовать. В принципе, так и собирай. Сначала закончить приложение просто доброжение. Потом к этому делу придется VJ, если получится. Потому что, не знаю, конечно, как на Тайзене, но на дистоптных устройствах он поддерживается очень своеобразно. Вопрос в комментариях. Арбайтон и Арбайтон. Астахановский. Ну, есть что поделать. Арбайтон и Астахановский, да, конечно. Прекрасно. В общем, да. Вопросов нет? Плана у Вас Гвайса нет? Будет. Всё, спасибо. Удачи. Тогда на этом у нас сегодня промежуточное представление заканчивается.